Доброго дня, друзья мои! Вы на канале The New Woman, и сегодня мы посмотрим и обсудим коллекцию нарядной одежды. Наверное, вы знаете о том, что у нас есть список тем, которые предложены постоянными зрителями канала. И вот по пожеланию одной из них, очаровательной женщины, которая приглашена на свадьбу в качестве гостя, и создана эта коллекция. Вернее, создана видео, посвященное этой коллекции. Первый блок-обзор. Вся коллекция из натурального шелка, обычные размеры и размеры плюс. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что чуть дальше вы увидите, как в движении смотрится одна из моделей. А в самом конце будет интереснейший блок, где эти модели демонстрируют самые обычные женщины на семейных торжествах. Они не молоды, у них не модельная внешность, есть лишний вес, и модели смотрятся просто очаровательно. Все модели здесь двух типов. Первый тип – это юбка-пачка и вот такая блузка с запахом. Юбки-пачки в тренде. Посмотрите последнюю коллекцию Кристиана Диора. А запах очень хорошо смотрится на женщинах размера плюс. Силуэт – нью-лук. Но при желании можно юбочку выбрать прямую. Вы там дальше увидите из тяжелого шелка или даже кружевную. Цвета разнообразные и яркие, глубокие, и будут очень сдержанные. Здесь обратите внимание на тонкую полоску по низу юбки, где деликатно можно увидеть ножки дамы. Вот эта деликатная, сдержанная сексуальность мне тоже очень импонирует. Вверху декольте сдержанная, внизу немножечко так прозрачность. Очень мило. Цвет можно выбрать не такой в рове глаз, а тот, который подходит. Есть из чего выбрать. Вот такую белую блузку можно поносить и с джинсами, и с брючками. Юбку другого тона можно выбрать. Нежно-розовый цвет на возрастной леди в возрасте 50+, немножечко может показаться странным. Но если это ее собственная свадьба, то почему бы и нет? Будет очень мило. Или это 25-летие совместной жизни, или это даже золотая свадьба. Если цвет подходит, то будет очень мило. Силуэт нью-лук всегда очень комплементарен для фигуры. всегда стройнит, делает более женственной даму. Вот ручки можно прикрыть таким белером. Цвет можно выбрать, подобрать. Вообще, это в основном идея, конечно, потому что эта одежда очень дорогая, потому что она из натурального шелка и бренд, не дешевый. Вот как раз этот наряд мы сейчас увидим в движении. Посмотрите, как колышется юбка. Второй тип наряда – это платье приталенного силуэта. И сверху можно надевать балерон, легкий такой жакет из органзы. Или вот даже летнее такое пальто полупрозрачное. В чем здесь секрет? В том, что, как правило, женщинам размера плюс предлагаются традиционно такие бесформенные балахоны. А здесь приталенное платье. Но все изъяны фигуры скрыты вот этим легким полупрозрачным пальто. И животик, и какие-то складочки. Все это можно прикрыть. А вот этот легкий шарфик – просто даме, которой ничего не нужно скрывать. Просто она комфортнее будет чувствовать. Вот обратите внимание на это платье. Именно оно в последнем блоке будет на даме лет 70. И она будет выглядеть совершенно очаровательно. Именно вот в этом платье. Очень хитрый вот такой комплект. Здесь летнее такое легкое пальто бежевого цвета. Дальше будет черного цвета на выбор. Здесь черное. Объясню, почему мой выбор пал именно на эту коллекцию. Поверьте, отсмотрено было очень много всего. Много сохранило. Но к показу предлагаю именно вот этот стиль, эти два типа нарядов. Объясню, почему. Первое. В них нет ничего от традиционных нарядов размера плюс для дам более 50 лет. Для которых характерны балахоны, лохмотья, кружев и традиционный декор в виде вышивки, бисера, пайеток, блесток. В сочетании с залакированной укладкой, с золотом. Все это создает такой привычный образ тети, которая явилась на какое-то торжество. Это не стильно, это старит. Хочется от этого уйти и хочется предложить зрителям своего канала что-то другое. Я никогда не наделала бы такое на торжество. И спутник мой с гордостью не ввел бы меня в зал торжеств и удивился бы моего выбора. Поэтому предлагаю то, что нравится мне. Вторая причина – это сдержанная деликатная сексуальность, о которой я уже упоминала. Да, оно смотрится очень мило. И силуэтный бок, и сдержанная декольте, и вот эта полосочка прозрачная по низу. Мне это очень нравится. Третья причина. Первый вариант – там, где юбка и блузка, возможность, если не износить, то хотя бы подносить одежду. И она не будет висеть немым укором в шкафу. Что деньги потрачены, но нет повода для того, чтобы надевать такую одежду. Как происходит с очень нарядными такими платьями из пули эстра, с разным таким декором, который делает это платье неуместным в любой другой ситуации. Богатая цветовая гамма. Еще раз повторюсь, что это натуральный шок. Смотрится достойно, дорого. В общем, это то, что я выбрала бы сама для себя. Будь у меня повод. Напишите, что вы думаете. Понравилось ли вам? Если вы хотите что-то традиционное, еще раз повторю, с кружевами, вышивкой, пайетками, бисером, у меня есть и это тоже. Напишите, и будет еще один показ, будут с такими более привычными для кого-то. Предлагайте ваши собственные темы. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пожалуйста, поставьте лайки, нам будет очень приятно. Потому что было желание предложить что-то красивое, элегантное. Не тетско-бабское, а что-то изысканное. Что-то, что не состарит. Напишите, удалось ли это. Понравилось ли вам? Отлично. 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 Об typicallyходит что-то после этого. Отлично. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В обычных дамах, где они в качестве мамы жениха или невесты или гостей на свадьбе присутствуют. И некоторые, конечно, разные есть фотографии, но некоторые просто, просто чудо. Вот другой ракурс этого наряда. Прекрасно смотрится, очень подходит тон. Вот та дама, о которой я говорила, и то платье. Но само очарование в сочетании с этой стрижечкой просто прелесть. Кое-где вы увидите шляпки. Вот здесь, видимо, мама невесты. Дама лет в 70, не меньше. Вот здесь в черной шляпке дама, я думаю, за 70 тоже. Наш показ подходит к концу. Спасибо, что вы зашли к нам в гости. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Мы будем очень благодарны, если вы поставите лайки, если вы напишите комментарий. Хорошего дня, хорошего настроения. Это был канал The New Woman. До свидания. Всего доброго.